Здравствуйте дорогие друзья подписчики и случайные зрители в этом видео мы познакомимся с рыбкой которая появилась на нашей планете более 40 миллионов лет назад и до наших дней сохранила свои особенности строения органов и ромбовидную чешую коломоихт колобарский или как ее еще называют рыба-змея обитает в небольших медленно текущих реках и стоит в стоячих водоемах с густой растительностью в Африке впервые было обнаружено в Нигерии город колобар за что и получил свое название коломоихт колобарский одной из особенностей коломоихта является наличие и жабер и легких одновременно благодаря легким эта рыба может находиться без воды и не погибнуть в течение 8 часов однако есть одно условие сама рыбка должна быть влажной эту интереснейшую рыбку конечно нельзя пойти стороной она пользуется большой популярностью как среди профессиональных аквариумистов так и среди обычных любителей а все потому что ее не сложно содержать в домашних условиях и она может стать украшением любого аквариума от 100 литров но не с мелкими соседями если создать хорошие условия содержания коломоих колобарский проживет в аквариуме более 10 лет в редких случаях они доживают до 20 лет не скупитесь на объем ведь в длину эта рыба вырастает до 40 сантиметров а в живой природе в два раза больше при этом не важна высота аквариума а вот площадь дна имеет первостепенное значение вообще в живой природе они выбирают неглубокие места конечно необходимо еженедельно подменивать воду не менее 20 а лучше 30 процентов от общего объема аквариума установите хорошую фильтрацию и желательно чтоб фильтр был внешним помните о том что коломоихты любят чистую воду желательно установить обогреватель температура воды должна быть в пределах от 24 до 30 градусов не забывайте и про аэрацию воды есть мнение что можно обойтись без аэрации вовсе и в какой-то степени это действительно так и есть коломоихт будет подниматься к поверхности и набирать воздух более того он так будет делать даже если аэрации воды будет осуществляться но не забывайте о том что у него есть жабры и ему необходимо их использовать это первое и второе не забывайте про полезные бактерии которые живут в грунте и перерабатывают вредные вещества которые находятся в воде они не смогут жить без подачи воздуха поэтому аэрация необходимо периодически проверяйте показатели воды кислотность то есть ph должна быть от 6 до 8 а жесткость в диапазоне от 5 до 20 еще одним важнейшим условием для успешного содержания этой рыбки в аквариуме является крышка или покровное стекло она должна быть обязательно если вы оставите даже маленькую щелку коломоихт обязательно покинет аквариум это проверено на сто процентов но не забывайте о том что между крышкой водой должно быть расстояние для воздуха помимо оборудования необходимо правильно обустроить аквариум декорациями отталкиваясь от естественной среды обитания этих рыб в качестве грунта хорошо подойдет песок или мелкие камешки до 3 миллиметров помните в начале видео я говорил что в живой природе выбирают водоемы с густой растительностью именно по этой причине в аквариуме очень желательно посадить различные растения так коломоихт колобарский будет себя чувствовать гораздо комфортнее плюс к этому они будут рады всевозможным корягам камням и прочим укрытиям но это не все что можно сделать для этих рыб не могу сказать что они стайные но они чувствуют себя намного увереннее когда их два и более при этом агрессию по отношению друг другу они не проявляют вовсе но нужно понимать что если коломоихтов будет двое и объем аквариума на 100 литров будет маленьким и тогда понадобится аквариум как минимум в 200 литров ну и еще один нюанс о котором нужно сказать это соль конечно не переборщите но они положительно относятся к солоноватой воде как вы уже поняли они хорошо уживаются со своим видом однако невзирая на свой грозный вид они достаточно мирные рыбки и не склонны к агрессии хорошо уживаются с американскими циклидами некоторыми видами африканских циклит сумеренной агрессии с панцирными самами синодонтисами гурами суматранскими барбасами макроподами и даже золотыми рыбками в том числе и с теми кто имеет вуалевые плавники одно правило все что поместится в рот воспринимается как пища и рано или поздно будет съедена однозначно то есть неоны гуппи данио и другие мелкие рыбки не уживутся с колома их там в том числе и креветки бывают нападения на улиток перед тем как мы перейдем к теме кормления хочется сказать о зрении и соседях учитывайте что перед тем как что-то съесть эти рыбки очень 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 долго думают активные соседи его всегда обедают и колома их колобарский остается голодным по этой причине его не стоит содержать с очень активными рыбками либо каждый раз при кормлении уделяйте особое внимание на рыбку змею чтобы и ей доставалась пища укола моих то в плохое зрение а вот обоняние развито очень хорошо они корм не видят а находят его по запаху соответственно кину в хлопья в аквариум они расплываются по всей поверхности колома их их не видит но запах начинает идти со всех сторон колома их теряется и начинает сходить с ума так как не понимает куда ему плыть чтоб поесть как правило в дневное время колома их то необходимо кидать корм прям под нос но так чтоб другие рыбки его не съели или кормить отдельно подавая ему корм с помощью щипцов еще один хороший вариант кормления это перед выключением света в аквариуме конечно полки магазинов завалены специальными кормами для рыб однако лучшим кормом для колома их так и лобарского будет живой или замороженный корм в качестве такого корма отлично подходит порезанная креветка и кальмары мотыль как свежий так и мороженый и даже дождевые черви о том как подготовить дождевых червей есть отдельное видео на канале пар помимо всего перечисленного можно дать и филе рыб ну а теперь давайте поговорим о размножении этих рыб сразу скажу что размножение в аквариуме возможно но это случается крайне редко системы размножения данный момент не существует и возможно кто-то из вас мои дорогие зрители станет первым кто опишет это действие не существует даже точных отличий самца от самки а вот применение гормонов и разведение на специальных фермах довольно распространено но зачастую те колома их ты которые продаются в зоомагазинах выловлены в живой природе однако скажу что мальки похожи на личинок аксолот или или саламандр в целом у них имеются наружные жабры что рыбки в принципе не свойственно вот и все что я хотел рассказать про эту интереснейшую рыбку она уникальна и неповторима за ней с интересом можно наблюдать часами но не стоит бить или стучаться по аквариуму ведь рыбка змея очень пуглива надеюсь вам понравился видео и рыбка обязательно ставьте лайк под видео и делитесь им в социальных сетях со своими друзьями обсуждайте видео в комментариях и делитесь своим опытом в содержании колома их ты голобарского до новых встреч новых видео на канале пар пока пока субтитры сделал DimaTorzok и Продолжение следует...